Купинск Линия обороны у города стабильная, Купинск полностью контролирует части и соединения армии России Россия здесь навсегда Купинск дождался Молодька, что там информбюро сообщает? Опять наши попятились? Наши-то? Оставили города Купинск и изюм Изюм? Изюм ел, а чтобы город не слыхал, нет Где-то такой? В России, где-то недалече от Харькова 10 сентября 22 года Разведрота 25 десантной бригады с 3 полком спецназа, мы уже в Изюме Сегодня мы его запускаем Спасибо вам большое Конечно, уникально 140 метров в высоту Конечно, в Европе такого нет Конечно, уникально И вам спасибо большое за то, что вы развиваете вот это направление отдыха, развлечений в Москве Для людей это очень важно, иметь возможность отдохнуть с друзьями, с семьей Адальв Второй в отчаянии Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо за ваше внимание, которое вы постоянно уделяете транспорту и строительству Слышите шорох на заднем фоне? Эта пляшевая моль нервничает, шелестит ногами, потому что спецоперация идет по плану Благодаря вашей поддержке в прошлом году мы достигли рекордных показателей по ремонту автодорог Воробьев, даже спасибо, Владимир Владимирович, не может выговорить без бумажки Трассу Казань-Екатеринбург увязали с кольцевой дорогой вокруг Екатеринбурга Да Путину сейчас не до трассы Казань-Екатеринбург Путин сейчас думает, как бы из Подмосковья доехать до Подмосковья без приключений, живым-здоровым И сегодня мы кольцо замыкаем, губернатор более подробно об этом расскажет Мы и дальше будем продолжать эту работу Зачем я полез в эту Украину? Че ж теперь делать-то, а? Продолжаем работу по проектированию, подготовке территории Да, вот это заварил я кашку Тихонова с Воронцова не расхлебают Еще и Кабаева с Кривоногих будут расхлебывать То, что они дохлебали Тихонова с Воронцовой Слажной работе, Минтранс, Минстроя, Минфина, Минэкономразвития Государственные компании, Автодор и Росавтодор Да, блин, взял я Киев за три дня Хочу отметить хорошую работу наших сетевых компаний Газпром нам помог в кратчайшие сроки приложить все коммуникации Он вообще с нами или нет? Он вообще слышит, что я ему там говорю? Если бы в апреле в 45-м году в немецком бункере были камеры Они бы сняли примерно вот это Это позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью На пять с половиной часов То есть с 12 часов до... Эрдоган не помог Макрон не помог Шольц не помог Как же заставить этого Зеленского подписать мирное соглашение? Я очень надеюсь, что следующий участок будет сдан так же досрочно До тех пор, пока можно ездить на велосипеде И... Везет вам Вы на велосипеде поездить можете? А я на велосипеде поездить не могу Далеко не уеду Наступление на Харьковском направлении В Харьковской области Освобождение украинских сел и украинских городов Это то, что можно лицезреть Смотреть на это можно вечно Ты понимаешь, что украинская армия непобедима И российские оккупанты будут изгнаны Но что происходит там, за поребриком? У них появился новый тренд Одни теперь немножечко морщат репы И задаются вопросом А почему мы не проявили жест доброй воли До того, как российская многотысячная группировка попала в окружение? Да, там вспоминают что-то про все эти спецподразделения полиции Российских десантов Крошат батон на так называемых мобиков Это вообще несчастные, которых силой заставили бежать на украинские пулеметы Но реально То, что произошло Кроме сугубо практического и военного значения Имеют просто колоссальный психологический эффект Потому что если сравнить вот эту ситуацию с боксом То россияне они сейчас Они в нокауте И нужно продолжать их лупить Потому что вот этот нокаут Он выражается в следующем Они начинают искать виноватых И винить друг друга Ну, например, этот Человек, который Ожидает апокалипсис для России В это время российские так называемые военкоры А по сути военные преступники Российские информационные террористы Друзья Ольки Скобеевой И не только говорят Ну, зачем? Зачем вы размышляете на тему Вешать российских генералов? Сталин, если бы расстреливал бы в 41-м За провалы на фронте То и воевать было бы уже не с кем И некому И тут хочется задаться вопросом При чем здесь Сталин? И да, Сталин расстреливал генералов за провалы Возьмите командующего Прикорпатским военным округом Генерал-полковника Павлова Арестовали, били Потом расстреляли Ну, практически все комплекты Которые сейчас используются Комплекты действий Которые используются сейчас В Донецких подвалах Хотя, вы знаете Я никогда не был в Донецке И сейчас Почему-то у меня такое ощущение Что я там обязательно скоро побываю Вот когда Российская вот эта вот Медиа Спильнота Нет, у них не спильнота У них на букву П П-И-З-Д-Т Ну, догадались Ругаются на своих командиров И задаются вопросом Кто командует армией Шойгу, Герасимов, Дворников В общем, хотят, чтобы у поражения была победа Я хочу вступиться за начальника генерального штаба Российской Федерации Потому что он, товарищ Герасимов Буквально на днях открыл в Казани Большой, просто гигантский военный госпиталь С современным оборудованием Хорошими врачами По крайней мере, так сказали в российском телевизоре А там не врут Ну, может быть, части госпиталей не наврали Вопрос только в том Что почему этот госпиталь не будет пустовать Там будет много покалеченных российских граждан Которых привезут из Украины И во время открытия Можно было смотреть и наслаждаться Флагом Татарстана и Российской Федерации И татары, смотря на эту вроде как идиллию Наверняка задаются уже вопросом А нафига? Нахиба нам флаг России Ведь именно татары во многом являются Поставщиком так называемого Младшего офицерского состава Для российской имперской вроде как армии И, соответственно, гибнут Гибнут десятками или сотнями Не всех довезут до госпиталя в Казани Так вот, почему я говорю о том, что у них нокаут Да вот, такие вот моменты Ну, они начинают задаваться вопросом Что же делать? Грустят по поводу балаклея И говорят, что надо накопиться, собраться Мы обязательно придем Мы обязательно всем мукром покажем И так далее, и так далее Иначе Россия Скатится в хаос И Анархию Ничего себе То есть вы отправлялись в Украину Прирасти земелькой Уничтожив Истребив местное украинское население А теперь задаетесь вопросом Что у вас будет в России хаос и анархия Еще масса народа начала писать Что система устарела И тут, наверное, Владимир Владимирович говорит А может мы закроем двери бункера Фихева знает Может быть, американского ядерного удара И не будет по бункеру Но дверку все-таки давайте завертим На полную Чтобы мышь не проскочила Как когда-то говорил Владимир Путин Шойгу Когда они блокировали Азовсталь Да То есть Вот этот вот подход Размышлений на тему А что же будет дальше Он прекрасный Да, они там описывают Что в любой войне Могут быть трудные времена И вот сейчас Российская армия испытывает Именно это Ну так, по крайней мере, говорит Ольга И компания И вся российская государственная пропаганда Но тем не менее Они дрогнули Потому что теперь Есть две важнейших опции Первая Они не доверяют Ни Путину Ни Шойгу Ни Герасимову А имидж второй армии мира Ну, мягко говоря Покосился Как российские хаты В российских селах И ведет это Вот к таким вот выводам Вот пока у нас такое будет Мы эту войну не выиграем А если это будет очень долго То мы ее можем даже проиграть С самыми Тяжелыми последствиями Не только для тех Кто руководит из Кремля А для них будут Очень тяжелые последствия Они в это не хотят верить Но так будет Наша армия решит Все стоящие перед ней задачи Ни на секунду В этом не сомневаюсь Об этом говорит Весь ход Операции Она идет Просто по плану Вот По графику Субтитры создавал DimaTorzok